Россия является последовательным миротворцем в регионе колонна военных из РФ прибыла на границу Турции и Сирии. 23 октября 2019 года, 18.39. Сергей Гусаров, Анастасия Румянцева. Российская военная полиция прибыла в город Кабани, расположенный в районе сирийско-турецкой границы. Это одна из мер, оговоренных накануне Владимиром Путиным и Реджепом Таипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи. Подразделения полиции будут поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность населения, сообщили в Минобороны. Эксперты уверены, что реализация новых договоренностей между Москвой и Анкарой утверждает Россию в статусе наиболее последовательного миротворца, который способен общаться со всеми силами в регионе. Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кабани, расположенный в районе границы Сирии и Турции. Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населенный пункт Кабани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы, говорится в сообщении ведомства. Как отмечают в министерстве, подразделения российской военной полиции будут помогать в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также проводить патрулирование в назначенных районах. Кроме того, российские специалисты помогут вывести подразделения курдских отрядов в самооборонное их вооружение на 30 километров от сирийско-турецкой границы. К настоящему времени российские военные провели встречу с администрацией Кабани, где прошло обсуждение деталей совместной работы. Российские военные и полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач, уточнили в Минобороны. Днем ранее в Сочи прошли почти шестичасовые переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. Центральной темой диалога двух глав государств стала ситуация в Сирии. По итогам встречи Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. Как отметил российский лидер, речь идет о решениях, которые являются очень важными, если не судьбоносными. Также по теме судьбоносные решения, о чем договорились Путин и Эрдоган в Сочи. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые длились более шести часов. По словам главы российского государства, достигнутые соглашения позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и целостность страны нужно сохранить. В одном из пунктов меморандума говорится, что 23 октября с 12 часов на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Напомним, 9 октября Анкара приступила к новой, третьей по счету военной операции, получившей название «Источник мира». В рамках операции Турция намерена ликвидировать курдские отряды народной самообороны, YPG, в составе Сирийских демократических сил, СДС, так как Анкара причисляет данные формирования к террористическим. Еще одной задачей «Источника мира» является создание зоны безопасности на севере Сирии, куда Турция намерена переселить оказавшихся на ее территории сирийских беженцев. Как ранее пояснил глава МИД России Сергей Лавров, операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается. «Она прекращается, и все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений, о которых идет речь, так называемый КОЗ», — сказал российский дипломат. «Шаг вперед, два назад, почему американские войска не могут полностью выйти из Сирии» Вашингтон намерен оставить часть своих войск в населенных пунктах около нефтяных полей на северо-востоке Сирии. Об этом заявил министр. «Следующим этапом, я думаю, мы увидим перемещение, но цивилизованное, а не хаотичное, тех беженцев, которые уже не первый год находятся на территории Турции», — предположил аналитик. Он также отметил, что прежние договоренности между Турцией и США потеряли смысл. «Действие договоренностей между Анкарой и Вашингтоном фактически закончилось в предыдущую полночь, в дальнейшем за этими договоренностями стояли только угрозы со стороны США», — пояснил эксперт. Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков полагает, что Россия постепенно утверждает и укрепляет за собой статус мирового рефери, который сохраняет основы международного права. В своих рассуждениях он обратился к ситуации противодействия США и Турции. Вашингтон ранее направил Анкаре письмо, в котором Трамп призывает лидера республики не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей. Кроме того, он предупредил о готовности разрушить турецкую экономику. «Если мы сейчас рассмотрим ту полемику, которая возникла между США и Турцией, она была больше похожа не на правовое обоснование ситуации, а на некую разборку. Сначала некрасивое письмо, потом откат от него, а вот теперь получается, что выявлены определенные зоны безопасности, есть четкое понимание того, что будет с курдами», сказал эксперт в беседе с RT. По мнению Судакова, в текущей ситуации Россия показала, что она является настоящим центром силы, к которому прислушиваются в большей степени, чем к другим странам. Вчерашнее мероприятие – это во многом формирование центров силы. Сейчас принципиальный вопрос – когда же наступит мир? Конечно же, после переговоров поставить точку не удастся, но вчера были сделаны важные шаги. Шаги к пониманию того, что Эрдоган пообещал Путину, что военная операция продолжена не будет и будут найдены правовые системы урегулирования, заключил эксперт.